дорогие друзья сегодня по вашим просьбам цветок цукини готовим на испано-итальянский манер поехали друзья все объясню сейчас друзья сразу объясню почему я создал это блюдо и почему так презентовал во первых все эти продукты сейчас в сезоне то есть они сейчас продаются на рынке на местном я живу в барселоне то есть при первый принцип создания блюда это местные продукты в сезоне во-вторых примерно так подается цветок цукини в италии и не только я сервировал этот цветок в ресторанах французских и и так далее есть пару тонкостей посмотрите во первых вот эти вот маленькие видите вот эти листики их нужно снимать их нужно удалить они очень легко заскакивают еще одна очень очень важная деталь внутри находится пестик вот смотрите не знаю вам видно нет вот так открывается находится пести не знаю камера камера как вам видно нет вот этот пестик обычно пальчиком удаляется все видите вот так вот я его просто надавил на него и он просто меня отходит это не желательно кушать мы всегда в ресторанах это просто выкидываем все теперь их нужно будет промыть хорошо я не совсем на кухне хорошо объяснил лучше всего чтобы не поломать цветок не повредить это делать пальцем можно делать ножом вот посмотрите какие-то кусочки я сделал пальцем вот это я сделал ножом я просто кончиком ножка отрезал пальцем удобнее потому что вот вы надавите на пестик чтобы сместить его с центра и он так хрустнет и он отпадет все легко по-другому очень сложно не повредив вот эти вот листья они очень хрупкие листья цукини обязательно нужно будет их промыть и потом на салфеточку чтобы они высохли не переживать если достаточно много воды останется они буквально впитывают воду и вот таким способом вы можете хранить их в холодильнике два-три дня теперь начинка я использовал кесу фреску это испанский сыр пармезан также другие другие ингредиенты я оставлю все в описании друзья вот здесь вот козий сыр просто зеленью было бы бесподобно это уже на ваше усмотрение все это в пакетике обратите внимание как я его скручиваю потом наматываю на большой палец так удобнее использовать вот этот пакетик который я не знаю как по-русски называется у меня к вам просьба напишите как это называется я знаю на английском и на испанском на русском не знаю маленький вам секрет раскрою вот эту вот смесь сыров когда вы поместите в холодильник она немножко затвердеет так что перед тем как вы будете начинкой начинять вы вытащите этот пакетик где-то на полчасика на ком чтобы легче выходила смесь наполняйте примерно на две трети чтобы вот где листики уже начинались расходиться там смеси не было начиненные цветочки можно хранить в холодильнике один день больше у нас не хранятся потому что мы их очень быстро распродаем вот это все я сегодня все продал иначе начал новый пакет я сначала планировал это видео сделать без объяснений как вот некоторые мои видео которые последнее время делаю одноминутные но я хотел бы вот вам несколько важных моментов рассказать вот рассказал и сделаю короткое видео для моего блога то есть который я хочу развивать на нескольких языках и сделал так что вы не удивляйтесь будет короткая версия может быть так теперь нам понадобится 50 на 50 оливковое масло не первого отжима и с растительным любым я использовал подсолнечное для жарки теперь мука я в описании оставлю что с чем я смешивал если вы хотите без глютена я тоже вариант оставлю очень вкусно получается но не парьтесь можете просто вот белую муку цветок помещаем муку потом в белок и потом обратно в муку и потом жарим температура я примерно могу вам сказать что может быть 150 160 градусов вы увидите как начнет жарится хорошо так румянится буквально минуту так и вытаскиваете меня мой однокурсник спросил можно ли делать в кляре конечно можно но только из жигулевского ташкентского пива друзья если серьезно делайте в кляре делайте как я показал делайте просто с мукой у вас не получится так хрустяще но тоже можно если вы не хотите использовать белки вот сервировал я с вот этими помидорами разными как карпаччо сделал листья рукулы и я сделал такое базиликовое масло оливковое если вам интересно я могу тоже короткое видео сделать она очень вкусно и очень легко делать друзья всем от души здоровья и всем привет из барселоны пока пока